Всем привет! Логово Золу Пазлов. Андрюха не ожидал такого поворота, обрадовал его этот сюжет со стороны. Ну как аппарат, да? Пойдет? Тоже себе такой хочешь? Да. Собирай бабки, что он дорогой. Это ж тебе не транспортер ты пять. Это машина серьезная. Не Шевроле, а Вэо. Конечно, все открывается. Сейчас клемму оденем и поедем. Климы на месте. Так, подсос, трос порван. Подсос включили. Ну что там, запуск. Сегодня тепло, кстати, я заводил последний раз, было прохладно. Мог и без подсоса сегодня завестись. Сейчас, секунду. Вот так работает аппарат. Да. Зеркала. Долго стоит. Блин, не хочет на заднем ехать. О, сейчас мы заднюю блокировку включим. Блокировка едет. Сейчас оденем зимние шины и поедем. Завтра фроуд. В общем, друзья, колесики одели. Вот на таких мы будем завтра кататься. Наши супершины разноширокие сняли. Аппарат, в общем, огонь, сами видите. Сейчас поедем. Все, друзья, полетели. Конечно, на асфальте понижение, а наоборот, с запасом. Главное, чтобы бензин не закончился. Вот, у меня даже крепление есть. Поставил. С прошлого оффроуда не снимал. Да, застоялась машинка. Дверь не закрыта. Застоялся аппарат. Лайки ставят на ходу. Сейчас выходим на дорогу. Да, руки помнят еще, как ехать. Какая тут новая асфальт положили. Знали, что за лупазлик будет ехать. Это четвертая уже. Да, повторюсь, узлы и агрегаты, конечно, очень слабые. Малонадежный луазовский коробочка наша. Ну и таврический мотор для болота не подходит. Сцепление, слабый узел. Что выжимной, что корзина, хоть и валю остает, но не то. Красивая осень в этом году, теплая. Было пару дней прохладно. Сегодня 17 или 18, сейчас тепла. Хотя на завтра вроде дочь передавали. Так, бэха на хвосте. А, и тут новый асфальт тоже тут. Только недавно совсем там-то чуть раньше положили. Ну как, друзья, подписывайтесь на канал, поддержите лайком, комментарием. Есть серьезный план по постройке Залуба Зла-2. Это секретная информация только для зрителей канала. Запчасти вы видели уже. Вчера подвезли. Спасибо Сане еще раз. Мотор он раньше нам отправил. У кого-то, может, есть головка девяточная, 1,5. Нужна головка. Купим недорого. А если подарок вообще идеально. Так, ну что, валим. Температура норма. Бензина не знаю, насколько хватит. Ну, тут заправки, дозаправки. Километра 3-4. Я думаю, доедем. Не смотрел, кстати, что с тормозами. Но ехать очень комфортно. В плане вибраций нету. Сейчас, если еще у Сане будет возможность пошприцовать там что-то. Я имею ввиду эти наши карданные полуоси. Кстати, тормоза не пробовал. Тормозит или нет? Ну, как-то тормозит вроде. Люди просто в шоке смотрят. Включил навигацию. Сейчас попробуем скорость померить. Точнее, посмотрим на скорость. 71. 80. Но я по-прежнему помню, как мы ездили. То есть, в принципе, 80. Можно двигаться. Мы где-то по скоростному режиму с Леней похожи. Если на кордон ехать своим ходом, то можно с Леней ехать. Но я думаю, до кордона доработаем. И можно будет ехать быстрее. Или же все-таки на подкате потащим его. Ну, вот уже и Киев. Все, залупазлик заправлен. Сейчас в Бэху тоже добавим. Напоминаю, подписаться. Колокольчик обязательно включите. Так не видно ничего нового, если колокольчик не включен. Раньше его не было. И все, кто подписался давно, у тех обычно не включен. Ну, это я так вижу по своим подпискам старым. Фары работают. Ну, по крайней мере, одна точно. Вторую не вижу. Вон отражение. Вот та в Суперби. В идеале бы еще карбюратор, с чего заехать. Подрегулироваться, но сегодня уже не успеем. Так, по ощущениям тормозит левое переднее колесо только. Вес небольшой, но все равно не очень. Да, давно хотелось выехать. Леня перекупщиком продал свои колеса. Говорит, я ему же обещал. Они продали дальше. И залупазлик остался без шин. А так, с Лениного самурая были 29-е шины хорошие. С которыми он его купил. Ладно, позже купим тоже. Бедные пенсионеры идут. Мрачно на это смотреть. К передачам уже привык. Если знать, как включать, то достаточно легко все включается. Ну, относительно, конечно. Ну, вот там Киев, вот движуха вся. Сейчас у сурового. Может, легенькое ТО сделаем, если получится. В принципе, все на ходу, все работает. Подсос не работает. Дети в недоумении смотрят. Они такого не видели. Правда, взрослые тоже. Но не совсем. Даже в оригинальном виде, наверное, не все видели. Сейчас не часто увидишь запорожец на машине. На дороге. 99-я лайк поставила. Андрюха тоже на семерке. Сзади. Сзади Таврия по-любому лайк поставила. Вон люди в окно вылазят. Смотрите, что творится. Не ожидали такого поворота. Залупазик все. Все снимают и смотрят. И лайки ставят. Так, что-то у нас или со схождением. То, что с тормозами вопрос, это однозначно. Передняя левая тормозит. Сейчас девятки нормально люди снимут. Довольны. Мне очень удобно тут одной рукой с ним. Можно на третий зайти в поворот. Слышите, как пищат колеса? Что там происходит? Ну, сейчас мы доедем, посмотрим. Похоже, как подклинили. Передняя левая суппорт. Непонятно. Попробуем разобраться. Народная Дарница. Светофоры объехали все почти. Один остался. Выглядывал в окно. В общем, переднее левое колесо смотрит влево. Из-за этого колесики пищат. И все на глаз подрегулировалось. Сейчас подстроим. Едем, едем, едем. Непросто, конечно. Ну, по сравнению с тем, что было, то, как Макс говорит, это уже другая машина. Третью сделаем совсем будет. По-другому все. Здесь узкое место. Запаркованы машины. Водитель встречной увидел, остановился в узком месте и пропускает. Ну, приятная, конечно. Приятная реакция окружающих. Все с телефонами. Люди, ну, выхлоп прямоточный. Слышно сдалека, когда она едет. И люди успевают достать телефон. Уже несколько человек, я вижу. Причем, думаю, как они успели. Я теперь понимаю. Благодаря звуку они поворачиваются раньше, смотрят, видят. Достают телефон, успевают включить. Пешеходы тоже не хотят идти перед этой машиной. Все, друзья, мы уже у Сурова. Да, далека. Слышно ее, и люди заранее смотрят. Не включают камеры. Ну, доехали. Но температура держится где-то 90. В принципе, вентилятор включается. Все нормально. Не ожидал ты такой? Не шишет. Залазь на дерево. Вот он, конструктор мотора. Вот этот сборщик мотора. Что-то... Слышишь, что-то у тебя лицо увеличилось. Ты что, хавал тут пока меня не видел? А, думаешь? Да. Это он забрал мотор. Ну, хорошо работает. Мне пугает, но тут в девички все поулетали. Ну, что ты делаешь? Мы долетели. Так, ну все. Тачки на месте. Капот ну, чуть-чуть ниже, и колеса немножко меньше. Раза в два. В общем, подписывайтесь, делитесь. Завтра будет оффроуд. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok